так ваша компания начала внедрять систему бизнес-анализа кликсенс мы хотим чтобы она у вас на сто процентов заработала и но для того чтобы она заработала вам надо понимать определенные принципы работы с программой как она сама работает какие есть возможности работы с этой программой вот такие уровни пользователей принципы какие построения бей надо придерживаться чтобы сделать максимально эффективным приложение и отчетность если мы говорим про кликсенс то при входе в кликсенс вы наверное будете заходить через браузер я открыл кликсенс десктоп при открытии программы у вас здесь будет документы ваши рабочие по сути это как excel документы которые вы открывая видите информацию внутри этого документа с которой вы будете работать это различные графики таблицы и презентации закладки данные которые загружены в этот документ и так далее значит кто вообще как работает би-система есть несколько уровней пользователей которые с этой системы работают но первый уровень пользователей максимальное количество этих пользователей это пользователи готовых отчетов до когда мы открываем кликсенс открываем любой из документов мы видим отчеты которые в этом документе сделаны какие панели с различными графиками ключевыми показателями и так далее то есть это пользовательский интерфейс на второй уровень это у нас разработчик отчетности которые вот эти все отчеты настраивают но между пользователем и разработчиком связь очень тесная то есть по идее каждый из пользователей должен уметь желательно уметь самостоятельно себе отчеты настраивать на основании тех инструментов и возможности которые есть программе этих данных которые загружены в программу естественно тех знаний которые он обладает для того чтобы отчеты настроить стандартные какие-то простые отчеты любой пользователь сможет настроить есть более продвинутые там отчеты как например bs анализа сделать по товарам клиентам товарным группам объемом продаж марже там уже надо более глубокие знания вот стандартные отчеты сможет любой себе в принципе сделать и есть еще третий уровень пользования это проектировщик модели данных то есть для того чтобы вы построили отчеты и данные попали в программу в данные надо загрузить нам и здесь есть такой блок загрузка данных здесь разные скрипты ну о них я еще дополнительно расскажу покажу как с ними работать есть еще модель данных когда данных очень много то здесь конечно надо уже обладать определенными знаниями построение связей загрузки данных вот и здесь уже необходимым специальные знания если данных много если данных немного то принципе обычный пользователь с этим может спокойно справиться скажите есть вопросы по пользователям у кого-то понятно значит следующая часть это но перед тем как нам вообще настраивать отчетность и начать работать с личными показателями графиками таблицами нам естественно первым делом надо данные загрузить теперь систему и построить модель данных вот затем нам надо спроектировать приложение и создать отчеты и потом мы только сможем уже работать с этим би приложением искать ответы на интересующие нас вопросы принимать решение и уже действовать значит для того чтобы нам правильно выстраивать и им создавать аналитику нам надо понимать принципы построения би и построение бизнес-анализа вот как мы вообще мыслим мы можем мыслить сверху вниз когда мы видим какие-то ключевые показатели нас интересующие дан например открыли отсчет видим что например в этом месяце сейчас выберу какой-нибудь давайте этом году в этом году у нас объем продаж три миллиона в ценах закупки это 2 800 маржа такая это количество клиентов 32 да и мы сверху вниз понимаем а и уже понимаем почему-то у нас мало клиентов да и начинаем дальше разбираться смотреть другие отчеты переходить между листами изучать данные то есть мы можем сверху вниз сначала то укроплен укропленных показателей спускаться более детальным вниз то есть вот например видим распределение продаж по городам вот у нас киев 28 процентов интересно кто в киеве больше всего продавал и мы видим что у нас максимальные продажи приходится 45 процентов вот носить кс потом на другую сеть то есть мы сверху вниз спускаемся да но есть еще другой уровень мышления когда мы снизу вверх поднимаемся и у нас например есть отчет в котором по товарам по торговым маркам по товарам мы видим ключевые показатели и видим прирост и и хотим увидеть ага прирост максимальный продаж у меня получился вот по этой по этому товару на то есть я снизу увидел что максимальный прирост продаж у меня по этому товару выбрал этот товар и потом пошел по отчетам уже смотреть какие у меня по этому товару продажи по городам какая доля распределения динамика по месяцам по годам и так далее стиль биосистемы она как раз нам позволяет и снизу вверх посмотреть покрутить данные сверху вниз и быстро находить ответы на интересующие вопросы вот для того чтобы нам эффективно строить наше приложение нам надо понимать что у одного листа то есть когда мы заходим в приложение мы видим несколько листов может их бесконечное количество этих листов быть сколько вам надо отчетов столько можете делать главное чтобы приложение потянуло вот и вам надо понимать что каждого листа должна быть какая-то определенная цель вот и желательно цель например вот у нас есть лист клиента если каждому каждый лист создание для отчетов вы можете сделать по клиентам но с разных сторон этих клиентов рассмотреть сколько клиентам продали какая маржа какое количество клиентов динамика по клиентам как они распределяются по каналам сбыта по сотрудникам да вот желательно чтобы у вас у каждого листа который вы создаете была какая-то конкретная цель тогда вам будет легче ориентироваться в этих листах и будет проще воспринимать информацию потому что когда в один лист добавляют большое количество задач и там и одновременные клиенты и товары то уже хуже воспринимается информация и просто люди начинают теряться и сложно пользоваться этим вот следующий принцип построения бизнес анализа и бизнес аналитики в кликсенс это вам надо себе задавать вопросы и так организовывать данные использовать те инструменты чтобы вы смогли найти ответы на эти вопросы чем больше вопросов задаете тем больше ответов найдете вот и кстати домашнее задание будет написать список вопросов которые вы хотите с помощью бияя для себя отвечать там каждый день и раз в месяц раз квартал раз в год то есть например какие-то могут быть вопросы какой мне объем продажи был в этом месяце какой объем продаж в этом году вот по сравнению с прошлым годом если прирост продаж какая маржа какой прирост маржи то есть какой товар у меня приносит максимальную прибыль и дает максимальный объем продаж да то есть вот надо себе эти вопросы задавать и потом выстраивать аналитику исходя из тех вопросов которым в регулярно себе задаете с которыми регулярно работаете так ну важно очень конечно сравнивать то есть мы когда видим определенные показатели то непонятно хорошо это или плохо и все познает познается в сравнении да сравнивать мы как можем мы можем сравнивать год году месяц текущие к месяцу прошлому к месяцу в прошлом году нарастающим итогом с начала года вот отделы друг между другом клиентов между собой то есть очень важно сравнивать и выделять это сравнение надо как-то в программу задавать логику то есть вот я сравниваю например прирост продаж да и зелененькие это у меня хорошо значит прирост есть а красненький все плохо падение продаж вот тоже важно очень выделять лучший опыт да вот бизнес аналитика она позволяет это делать быстро определить ключевые показатели в этот опыт выделять лучший вот и распространять его по другим направлениям которые смогут с этим опытом работать это актуально для делов продаж когда много сотрудников вот и бизнес аналитиков кликсенс она как раз позволяет видеть всем этот опыт выделять значит следующее это находить точки роста источники убытков вот это все смотреть динамики ну и самое главный принцип это быстро получать информацию принимать решение быстро и действовать быстро вот все все это кликсенс позволяет делать и надеюсь что вы с этим научитесь работать с помощью занятий наших и будете ежедневно применять и использовать так скажите есть ли вопросы вот по принципам может быть какие-то дополнения нет нет давайте дальше значит смотрите для того чтобы нам сделать еще бизнес аналитику выстроить и загрузить данные в нашу программу с которой будете работать нам самое главное это учет информации то есть если есть учет структурированный и своевременный то эту информацию можем загружать из базы или из excel и в программу и уже строить анализ если информации в учетной системе нету то есть например вы хотите посмотреть статистику по товарам в разрезе торговых марок товарных групп и у вас нету торговых марк учетной системе то программа сама торговой вам марки не сделает поэтому перед тем как но я думаю это всем должно быть понятно да вот перед тем как что-то анализировать надо все справочники все разрезы которые вы хотите в каких видеть разрезах там товарные группы торговые марки категории сотрудники с различными группировками сотрудников клиентов типами клиентов если вам важен этот учет и аналитика в каком-то разрезе это это надо организовать учет изначально вашей учетной системе и потом эти данные грузить уже в би и в би и строить аналитику по тем разрезам которые для вас важны вот когда вы уже быстро можете строить анализ делать отчеты ходить причины роста падения быстро готовить данные вот тогда уже можно переходить к следующему этапу прогнозированию вот если есть быстрая аналитика то прогнозирование можно значительно улучшить точность принципе и в кликсенсе можно настраивать модели прогнозирования вот но здесь надо понимать какие задачи стоят не просто там это делать но тоже можно так ну вот я вам рассказал такие вкратце про би систему то есть какие есть ограничения но самое главное ограничение это первичная входящая информация то есть если у вас информация есть в учетной системе то вы с ней сможете работать и в би и крутить ее вертеть рассчитывать вот если нету то нужную информацию надо сначала организовать учета потом уже выстраивать аналитику вот есть ли вопросы кликсенс он же у вас будет там с каждый день загружать себя обновлять информацию и поля дополнительные вы подгрузите если возникнут группы товаров то у вас в учетной системе группа товаров уже будет подгружаться и автоматически добавится новые товарные группы которые вы завели или заведете то есть это автоматом делается если какое-то поле добавляется то на этапе загрузки данных вам надо будет это поле добавить а как организовывается автоматическая загрузка данных у вас есть сервер у вас есть сервер и на сервере это административные все вопросы я думаю пользователям не стоит об этом думать это будет административно организовываться его взаимодействия с михаилом да поэтому давайте мы не будем тратить время на то что вам интересно данные там есть вы пользуетесь отчетами да можете параллельно еще и подгрузить свои данные вопросом загрузки данных это моя уровень моей компетенции все теперь все понятно спасибо да вот я в самом начале говорил то есть у нас есть пользователи готовых отчетов из разработчик разработчик отчетности есть проектировщик модели данных то есть тот специалист который данные загружают в программу да если данных немного то это может быть один человек да если говорить про вашу компанию то здесь вот проектировщик модели данных и тот человек который загружает информацию в программу это отдельный уже наученный обученный специалист который с этим умеет работать вот опытный поэтому я вам покажу как вы можете к тем данным которые уже есть подгрузить например из excel если вдруг надо будет для оперативной работы что-то дополнительно вот это можно но первичная информация из учетной системы она будет на уровне администраторов делаться и автомате в автоматическом режиме пользователь об этом даже можно не думать так если еще вопросы нет вопросов да но давайте тогда знакомиться с кликсенсом уже кто-то знакомился кроме максима нет нет никто еще даже не пробовал не устанавливал не смотрел что это за программа ну давайте тогда я вкратце расскажу и покажу кликсенс это программа для бизнес анализа основная ее задача которую она решает она быстро создать в ней можно быстро создавать отчеты рассчитывать ключевые показатели если вы что-то отфильтровали то вся отчетность настроена она будет подстроена под те фильтры которые вы выбираете да в ней можно в этой программе связать данные из разных источников то есть есть у вас например учетная система вы хотите дополнительно подгрузить себе данные какие-то которых не хватает учетной системе там из excel или из базы данных какой-то другой да вы в эту программу можете всю информацию из разных учетных систем свести и настроить отчетность под свои задачи давайте сейчас рассмотрим готовое приложение то есть при открытии кликсенс у вас здесь будут отображаться документы нам вы открываете нужный документ и попадаете уже в рабочую область документа где вы видите листы можно аналогию с экселевскими листами провести вот на которых у вас будут настроены различные отчеты также здесь есть закладки закладки это вы можете сохранить например какую-то выборку фильтры в закладке добавить и для того чтобы эти фильтры потом следующий раз там если вы им пользуете через месяц не выбирать вы сразу закладку нажимаете у вас все приложение фильтруется под заданные параметры изначально сохраненные и так же есть история история эта презентация которую вы можете делать в кликсенсии и этим презентациями обмениваться такой заменитель powerpoint связанный с еще с отчетностью здесь можно добавлять новые листы и в эти листы добавлять уже отчетность визуализацию которую вам нужно так ну давайте откроем документ и вот в первом листе мы здесь видим набор фильтров и три ключевых показателя которые на этот лист добавлены смотрите кликсенс вообще в клике программе здесь есть такая штука если вы какой-то параметр выбираете он подсвечивается зеленым все невыделенные параметры у вас сереньким подсвечиваются а связанные с зеленым параметром вы видите что они белые то есть вот смотрите я сейчас и выберу несколько параметров нибудь вот выберу австралию выбор выбрал я австралию и видно что с австралии вот эти вот серые товарные группы они никак не связаны то есть уже выбирая фильтры вы можете понимать как вот эта информация которую вы выбрали фильтрах как она связана с другую информацию которую вы видите вот видно когда я выбрал австралию у меня все поля другие все фильтры стали серыми то есть австралию мы ничего не продавали и клиентов у нас в австралии нету давайте выберем аргентину вот я выбрал аргентину уже появилось что в аргентине у нас город буэнос-айрос продавали мы в такие-то месяца вот у нас даты заказов есть такие-то категории товаров продукты вот у нас три покупателя в аргентине то есть нажимая какой-то фильтр используя фильтр вы сразу автоматически на уровне фильтрации уже понимаете видите да как данные у вас связаны между собой в программе вот как только вы нажали какой-то фильтр то все показатели которые у вас выведены на листы на другие листы и они пересчитываются под заданный параметр то есть вот я выбрал аргентина да и у меня ключевые показатели это продажа затраты маржа сразу пересчитались по аргентине если выберу несколько стран левой кнопкой мыши зажимая то вот у нас показатели пересчитались значит вот у нас есть рабочие листы да мы давайте рассмотрим область вообще рабочую сверху у нас вот серая полоска это возможность возвращаться на шаг назад вперед то есть история наших фильтров если я хочу фильтры сбросить то здесь у меня есть такая очистка очистка всех выборок на нее нажимаю все выборки пропали значит выбираю несколько фильтров и вижу что у меня вот здесь вот категория подсвечивается выбрана четыре категории из восьми могу посмотреть какие категории выбраны если еще выберу несколько стран например аргентину и бельгию то видно что для вот этого отчета всего для этого приложения у нас в заданности сейчас два фильтра по категориям и по странам вот соответственно все все отчетность которая у нас здесь настроена будет во всех других листах она будет подстроена вот под эти два фильтра вот сейчас буду переходить между листами все графики все показатели все таблицы они будут подстроены вот под вот эти фильтры которые здесь заданы с карты ключевые показатели нам также в программе есть поиск данных то есть если вам надо что-то быстро найти по одному из фильтров если очень много особенно столбцов бывает сложно найти вы можете в поиске прямо писать то что вам надо и программа будет подсказывать какие варианты есть в каких столбцах каких фильтрах какие у вас варианты для выбора есть например хочу поставщика брать вот этого ты его выбрал в поиске и сразу же вижу как у меня по этому поставщику вот здесь вот по заказам его продукции отчетность построилась можно более сложный поиск делать то есть например ботинки каком-нибудь году и программа подсказывает сразу где есть какая связь с ботинками и годами то есть можно выбрать одиннадцатый год поставщика вот следующее у нас закладка на вот этой серенькой полосочки это фильтры с которым можем работать значит вы все фильтры все фильтры можно вывести на лист а можно нажать вот здесь галочку вот эту и перейти в набор фильтров мы видим здесь все столбцы с которым можем работать причем фильтровать можно не только по таким стандартным показателем как категории товары но вы также можете фильтровать и по объему продаж по затратам и по различным группам которые ваши задачи мы сделаем либо вы сами дальше уже будете делать вот для того чтобы все фильтры увидеть вам надо нажать еще раз показывают эту вот кнопку инструмент выборок и здесь поставить галочку показать все поля вот увидите все возможные поля с которым вы можете работать в приложении так есть ли вопросы нет нету вопросов все понятно так дальше давайте посмотрим значит какие возможности фильтрации есть помимо фильтров и так вот я показывал что фильтры у нас есть выбор когда но также фильтры у нас могут быть выведены на лист и вот фильтр они вот себя такие объекты представляют то есть вот категория у нас до товаров вы можете выбрать несколько категорий в этих фильтрах страны и таблички отчеты будут подстроены под заданные выборки так так также фильтры могут быть развернуты вот эту насчет свернутые фильтра есть у нас еще развернуты вот ну это для удобства чтобы быстро отфильтровать там например по месяцам по времени очень удобно когда фильтры развернуты когда вы видите года месяца то есть можем выбрать время выбрать тринадцатый год например и сразу уже по этим трем месяцам по тринадцатому году получить всю отчетность моментально пересчитанную то есть смотрите когда я задаю фильтры в программе то все отчеты на других листах вот вот они у нас здесь листы они подстраиваются под заданные фильтры как еще можно фильтровать информацию все графики которые у вас будут и которые есть в программе они также в них есть возможность делать выбор прям вы можете зажать левую кнопку мыши и выбрать в данном случае страны которые сейчас вот я взял левой кнопкой мыши так вот их нажимаем ok и я вижу информацию только по этим пяти странам хочу посмотреть какие клиенты меня в сша я выбираю сша и проваливаюсь вижу клиентов вот то есть все графики которые увидите в программе все таблицы вы можете нажимать на интересующие поля углубляться фильтровать по этим полям и выстраивать отчетность нажимая вот на нужное поле здесь смотрите есть еще в графиках такие ползунки если график не помещается полностью то программа автоматически создает ползунки для того чтобы было удобно воспринимать информацию вот также можно работать с с надписями да на графиках то есть вы можете выбрать год сбоку и все отфильтруется можно также фильтровать зажимаем левую кнопку мыши сбоку нажимаем и можем еще снизу график можно задать конкретные значения то есть например 45 тысяч не интересует ок если у нас вот такого формата график с категориями то здесь надо мы можем выбрать категорию провалиться в категорию и в категории уже можем выбрать товар и провалиться в товар так также у нас есть инструмент лассо то есть мы нажимаем на график и у нас появляется лассо и с помощью лассо можно обвести ту область которую мы хотим изучить дополнительно давайте еще вот этот и когда мы выбрали то что нас интересует мы нажимаем зеленую кнопку и у нас и график перестраивается и все наши отчеты также перестраиваются но вы наверное видите что все рассчитывается моментально то есть в этом силы конечно программы те отчеты которые в 1С делаются несколько могут делаться несколько часов сложные отчеты здесь они делаются моментально все показатели рассчитываются вот и уже пользователю вам предоставляются так на карте то же самое можно на карте вас о пользоваться либо выделять конкретное поле с которым хотите объект с которым хотите которые хотите проанализировать да так то же самое с таблицами в таблицах все поле активные выбираете фильтруете изучаете смотрите ключевые показатели в сводных таблицах еще можно разворачивать и смотреть как по укрупненным показателям так и в развернутом виде по группировкам вот вот так так ну сейчас я вам показал как работать с приложением верхняя часть у нас в ней находится значит разные области работы с данными кликсенс вот то что я сейчас показывал это у нас такой блок отчетности есть также диспетчер загрузки данных откуда мы данные получаем модель можно отредактировать загрузку данных можно данные экспортировать в pdf скопировать лист удалить лист и так далее если вы что-то сделали с отчетом то желательно его сохранять ну это мы уже дальше посмотрим по кнопке изменить значит также здесь вот верхнее поле это делать снимки снимки мы делаем для презентации то есть мы можем сохранить сделать картинки из выбранных объектов графики сохранить таблицы и потом уже эти сохраненные снимки мы можем помещать в презентации значит следующее у нас кнопка это создание истории но мы историю в конце рассмотрим уже когда научимся с приложениями работать дальше уже с историей мы можем сохранять закладки то есть выбрать что такое закладки это мы выбираем например несколько стран и и хотим сохранить эту закладку и пишем что вот у нас выбор по Аргентине Австралии и Австрии да и сохраняем все следующий раз я могу взять и этой закладкой воспользоваться вот у меня вся отчетность подстроится под закладку у нас тут у коллеги вопрос возник он тут вот ну давайте да у меня вопрос мы на самом деле это наверное это уже обсудили то что мы допустим подключаем базу данных 1С вернее Максим этим будет заниматься и так далее и я на основании этой базы на основании своих прав доступа и своих интересов строю отчет какой-то да а могу ли я отдельно еще к этому отчету к этой базе данных самостоятельно подключить еще какой-нибудь источник типа Excel можешь мы не будем сейчас терять время на это я расскажу ему Алексей нет но я дальше на следующих занятиях покажу да как как это делать вот сегодня мы рассмотрим просто работу с приложением а дальше уже конечно это можно делать из Excel либо из другой базы данных подгрузить себе информацию которой не хватает вот как это делать это мы рассмотрим еще дополнительно может быть еще вопросы есть человек который задавал вопрос очень переживает а есть в клике механизм соединения с Google аналитиком с Google аналитиком есть механизм но этот механизм там есть платные коннекторы Google Analytics ну вот но возможно можно как-то бесплатно подключить то есть с этим надо разбираться там в кликсенсе очень большие возможности по подключениям к различным источникам данных то есть он как бы этим и славится но надо просто понимать там платные эти коннекторы бесплатные вот точно есть платные которые можно это очень легко сделать но можно и бесплатно сделать но с этим надо разобраться как делать бесплатно вот Google Analytics можно подключать конечно ну можно будет с Google Analytics как минимум в Excel это все выгружать либо в базу данных и потом уже из базы данных сюда заносить информацию то же самое из Директов Яндекс Директа, Эдвордса там и так далее и связать это с 1С все может еще вопросы есть не больше нету нету так следующий блок смотрите кнопка изменить кнопка изменить нам для чего нужно для того чтобы вот эти таблички фильтры которые мы видим на листах для того чтобы эти все отчеты нам сделать вот и когда мы нажимаем кнопку изменить мы переходим в режим разработки приложения да то есть вот здесь у нас сейчас когда кнопка изменить у нас написано что она изменить да то и мы как пользователь выступаем и мы уже готовы отчеты которые изначально сделали мы ими пользуемся изучаем информацию если мы нажимаем кнопку изменить то мы используя те инструменты которые у нас есть в программе это различные датчики карты таблицы там фильтры мы их помещаем на лист добавляем в них измерения меры и рассчитываем показатели и дальше уже этими инструментами пользуемся вот следующая кнопка у нас позволяет выбрать перейти между листами то есть когда я на нее нажимаю мы видим какие у нас листы в данном приложении есть и выбрав конкретный лист мы на него попадаем да также можем переходить между листами вот этими вот кнопками вправо влево вот вот так ну давайте с вами на самом деле визуализации и возможности в клике в кликсэнсе очень много вот здесь надо понимать задачу надо понимать какие у вас есть вопросы вот и уже под эту задачу под вопросы создавать визуализации которые будут вам помогать находить ответы на ваши вопросы визуализации инструментов здесь очень много есть всякие хитрые есть целый магазин с различными инструментами которые вы можете сюда добавлять то есть есть стандартные возможности да это вот они но есть еще дополнительные возможности про них еще покажу расскажу которые могут стандартные возможности инструменты расширять вот так смотрите с приложением я закончил показ как работать с приложением есть ли вопросы нет вопросов нет всем все понятно все видимо загружены но мне как наиболее заинтересованному лицу понятно я ваши 10 уроков посмотрел отлично но мы сейчас не только же для вас максим чтобы другие пользователи с этим могли работать вот всем понятно да коллеги да все понятно все понятно все все объекты они активные выбираете нажимаете на любой объект если что-то выбрали то ваша выборка у вас сверху отображается да и показатели которые рассчитаны вы их сразу видите ну давайте с вами тогда сделаем небольшой какой-нибудь отчетик покажу как создавать отчеты да так сделаем для начала новый лист значит когда мы переходим на новый лист он у нас пустой создали новый лист он пустой для того чтобы нам добавить сюда какие-то графики таблицы отчеты нам необходимо зайти в режим редактирования в режиме для редактирования у вас есть две области область слева это инструменты которые с которыми вы можете работать это вот различные графики диаграммы таблицы фильтры изображение и так далее следующая вкладка это поля с которыми вы можете работать вот поля это все что у вас загружены из баз данных из таблиц дополнительных которые вы например решили из excel что-то подгрузить стандартным полям вот они у вас все эти поля здесь будут отображаться также есть различные измерения и меры которые вы можете дополнительно создавать вот они у вас здесь отображаются то есть например вы хотите чтобы у вас было такое измерение многоуровневая да в котором будет торговая марка товарная группа товар а внутри еще в товаре например код товара и здесь вот можно создать вот эту вложенность для этого есть возможность но об этом еще детально поговорим но вот эти вот все вложенности они находятся здесь здесь также находятся стандартные меры у нас если вообще не разделять информацию в клик в клике с которым мы можем работать это либо измерение измерение это разрезы по которым мы хотим информацию получать то есть например товары товарные группы клиенты сотрудники и так далее и есть меры меры это показатели которые мы хотим видеть рассчитывать это там сумма затрат продаж и так далее вы можете создать стандартные меры которых у вас например нету в 1с и вот здесь вот вы можете создать то есть например для того чтобы маржу вам каждый раз не пересчитывать деля там входящую стоимость на объем продаж да вы можете один раз здесь создать этот показатель эту меру и потом в дальнейшем его уже использовать многократно вот так же здесь можно создать стандартные визуализации которые вы хотите в разные листы вносить то есть вот у нас левая часть это инструменты с которым мы можем работать для анализа данных это у нас графики и это поля и различные структуры данных и расчеты стандартные которые мы сделали для анализа так а справа у нас свойства объектов вот сейчас мы видим свойства листа так как никаких ничего у нас на листе нету пока мы видим лист мы можем переименовать этот лист написать на описание этого листа добавить можем картинку добавить которая будет отображаться вот здесь вот вот такая штука есть ли вопросы по области разработки отчета нет нет как нам на этот лист информацию помещать вот у нас есть слева информация например датчики карты таблицы и так далее есть поля мы хотим фильтровать например по полям мы по полям можем добавить фильтр на листа можем взять прям и поле перетянуть чтобы фильтровать по странам когда я перетянул поле то это у меня программа его делает фильтром но она его форматирует тут автоматически под те размеры которые у нас текущее представление предоставляет то есть нам надо его поджать чтобы это было красиво да вот и мы можем форматировать как нам хочется по странам по городам добавляем фильтр по категориям по покупателям вот это я добавил сейчас фильтр хотим мы например добавить какой-то показатель посчитать у нас есть такой ключевой показатель эффективности мы его перетягиваем левой кнопкой на лист и добавляем меру вот и ну один из показателей важных это объем продаж вначале мы поместили объект который хотим вывести на лист и теперь уже рассчитываем меру то есть показатель нас интересующий нажимаем кнопкой вот левой кнопкой нажали на меру здесь у нас есть строка формул но по сути такая же строка формул как в Excel да мы можем в нее войти в эту строку формул и здесь у нас клик предоставляет стандартные возможности вот стандартные формулы но на самом деле формул очень много по количеству их даже больше чем в Excel вот есть справка большая в которой вы можете посмотреть потом какие там есть формулы и можно справку как вызывать вот я что-то не нашел справку вызывать вот у нас есть здесь справка F1 вот справка сейчас попробуем F1 не работает справка это вот у нас надо сюда зайти и нажать кнопку справка и у нас перейдет вид листа как раз что я сейчас рассказываю на добавляем меру вот ключевой показатель как нам добавить меру нажимаем кнопку добавить меру переходим в формулу выбираем поле которое хотим вывести например объем продаж находим тут sales и сумму вставляем то есть выбрал поле это объем продаж выбрал операцию которую хочу сделать сумму и добавил нажимаю применить вот у меня программа рассчитала какой объем продаж за весь период но видим что не очень красиво отображается и хотим например вид подправить у меня сейчас выбран этот объект ключевой показатель эффективности и свойства которые справа отображаются они все как раз к нему относятся то есть здесь я вижу что мера у меня объем продаж я могу написать метку что это объем продаж выбрать формат чисел например денежный на здесь у нас доллары отображаются но сейчас мы их потом на рублях покажу отдельно так можно также добавить условные цвета то есть задать условия если например объем продаж выше плана то он становится зеленым если ниже плана то он становится красным и вы будете видеть если у вас красный объем продажи значит все плохо надо план выполнять если зеленый то надо уже следующий месяц то есть здесь есть возможность как раз вот условные цвета эти включать можно цвет поменять объекта тут различные обработки данных так показать заголовок можно показывать не показывать и в этот заголовок выводить дополнительные расчеты ну вот мы получили так а что то он у нас некрасиво отображается наверно очень большой так так вот вот у нас есть ключевой показатель объем продаж да добавим давайте добавим еще например более сложный показатель это маржа для этого мы что сделаем мы нашу давайте сначала затраты добавим потом маржу сумму затрат еще раз то есть затраты сумма вставить применить вот у нас появились затраты ну важно еще показатель например количество клиентов да с количеством клиентов здесь есть нюанс значит вы выбираете поле клиенты вот customer да у нас добавляете каунт нажимаете вставить здесь надо будет дописать ключевое слово distinct distinct это у нас ну он вам подсказывает на самом деле вот когда вы входите в формулу да здесь вот подсказывает distinct что-то обозначает distinct когда мы еще будем формулу рассматривать я вам подробно об этом расскажу но distinct это когда вам надо посчитать уникальность то есть не всего сколько у вас было клиентов например отгружено по датам да а сколько уникальных клиентов было отгружено вот то есть один клиент он может повторяться несколько раз с для того чтобы понять что клиент уникален вам надо просто дописать слово distinct вот у нас количество уникальных клиентов 92 да так есть ли вопросы ну давайте еще добавим мы рассмотрим на отдельном занятии все вот эти инструменты которые у нас есть для визуализации сейчас показываю как работать давайте добавим например линейный график линейный график уже просят добавить измерения измерения это у нас параметр по оси x которые мы хотим анализировать да давайте добавим например месяца 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 и меру объем продаж по месяцам вот мы видим объем продаж по месяцам но если хотим еще видите по годам то добавляем еще одно измерение это год так вот у нас год вот теперь у нас наш объем продаж по месяцам мы видим его сезонность как он себя ведет и видим еще как по годам у нас распределяется для того чтобы нам увидеть еще историю так сейчас включим показать точки можно например чтобы красивее было можно вывести меры так заголовки легенды так легенда эти включим легенду вот смотрите сейчас у нас объект линейный график я добавил линейный график и справа у меня все свойства это свойства которые относятся к этому графику вот здесь можно настраивать крутить вертеть так как удобно вам и как нужно вот но отдельно поработать с этими свойствами там они в принципе все понятны рассмотрим еще дополнительно в режиме также пользователя надо вы можете воспользоваться вот это меню исследования так называемое здесь меню исследования вы можете настраивать себе дополнительно цвета представления например вот как график отображать то есть это не в меню разработчика до в котором мы сейчас заходили мы зашли еще воспользовались вот этой клавишей здесь есть также дополнительные вот свойства возможности для сортировки данных вот все такая штука так сейчас время метки это у нас логарифмический масштаб не надо вот и мы увидели мы хотели понять какой у нас объем продаж какие у меня какая у нас сумма затрат количество клиентов и как объем продаж распределяется по месяцам по годам теперь выбирая любой из фильтров на графике мы видим конкретно показатели которые относятся к этому году да то есть мы хотим посмотреть и как в 2010 году какой у нас объем продаж был какие затраты количество клиентов мы это видим но уже в агрегированном виде так есть ли вопросы коллеги может быть вы скажем есть вопрос а скажите уровень аналитики я сейчас вы должна задавать или он определяется теми данными которыми выгрузили вот например мы сделали по месяцам по годам если мне необходимо посмотреть по дням я должна настроить отчет сразу с возможностью по дням смотрите это или это достаточно что они загружены уже по дням вот в данном отчете если у вас информация загружена то есть есть информация по дням да то есть у вас есть такое поле день то вам надо сделать вы можете взять месяца конечно заменить днями вот то есть вот здесь у меня нету дней вот есть недели например да я могу взять перетащить недели на этот график и заменить месяца неделями вот у меня построится под недели если вот в этом вопрос да то есть если у вас есть не в этом не в этом вот если я настроила отчет по месяцам и по годам и у меня возникла необходимость посмотреть по дням почему у меня в данном конкретном месяце такой всплеск это нужно как сделать это какой-то дополнительной настройкой нужно сделать заранее предусмотреть вы можете это и заранее предусмотреть но можете и в процессе сделать то есть это возможно сделать в процессе если вдруг я это заранее не предусмотрела да это можно сделать в процессе если вы заранее не предусмотрели и у вас есть это поле дни то есть если у вас есть поле дни по которым вот как сейчас например взял Здесь, кстати, есть дни. А что значит есть поле дней? Кто его задает, это поле дней? Это загрузка? Да, это предварительная загрузка в программу информации. Надо понять вам, какая вам информация в каких разрезах нужна. И эту информацию все загрузите, и дальше вы уже с ней можете работать. Я правильно вас поняла? Если я загрузила по дням, по документам, но в отчете сделала по месяцам, мне не будет мешаться каждый документ. Но при необходимости я могу опуститься без дополнительных настройок, то, что вы сейчас показывали. Или нужно все-таки это в настройках предусмотреть? Инна Петровна, вы придете ко мне. Хорошо. Вам сделают дополнительную страницу. Хорошо, хорошо. И на этой страничке будут все дни за раз, два, три, четыре, пять лет. Если здесь вы выберете 2013, то на той страничке будет только дни 2013-го. То есть, каждая вот эта страничка на фильтр применяют к последующей странице. Здесь все прикольно, что здесь в одном это представление. В нем может быть много страниц с более глубокой аналитикой. Это все можно сделать. Да, но вы можете, конечно, углубиться. И если у вас дни загружены уже в программу, то вы можете углубиться, посмотреть месяц, развернуть по дням и так далее. Спуститься до документа, посмотреть, как в этом документе, конкретно какой товар продавался, на какой объем его продали и так далее. Спасибо. Спасибо. Может быть, еще есть вопросы? Нету, да, вопросов? А еще такой вопрос. Вот вы слева показывали страничку, там три закладки. Это они вообще вот здесь уже загружены, вот эти вот, да, что у нас? Или это мы предварительно настраиваем? Вот, ну, вот все вот эти вот, все, города, страны. Это вот вы настроили сами? Нет, это мы все грузим с УТЭПа. А, все, у нас есть какие поля? То есть, у нас нет стран? У нас эти страны не загрузятся. Да, если у вас нет Аргентины, она не загрузится. Понятно. То есть, это стандартно, это ровно наши поля, которые мы будем... Да, Инна Петровна, в 1С 120 таблиц. Вот вы говорите, я хочу сюда грузить 80 таблиц, и такие реквизиты из этих таблиц. Очень важным является вопрос постановки технического задания на правильную загрузку данных. Уже, как я и сказал. Но ваша, это не ваша, скажем так, проблема. Мы вот сами... Я посмотрел, как там это делается, там сложно. Это вот мы будем нишу привлекать. Ну, интересно же. Интересно, да. Смотрите, есть сложные вещи, да, когда с учетной системы грузите, там сложные связи и так далее. Но есть более простые, как, например, мы рассмотрим, можно из Excel подгружать оперативную информацию. Вот, несложную, да, и с ней как дополнительно работать. Вот, но если у вас информация в учетной системе, то ее просто сюда надо загрузить в тех поля, с которыми вы хотите работать, и те параметры, которые хотите анализировать. И здесь уже вы можете это все делать, строив отчеты, графики, таблицы, показатели рассчитывать, на карту выводить информацию и так далее. Главное, чтобы была информация в учетной системе, и ее сюда загрузили. Вот, это пользователю делать не надо. Это сделает все на уровне администратора. Вот. То есть, вот эти все поля, они будут под вас. Ну, они, в принципе, уже загружены, ваши поля. И вот у меня, кстати, вопрос. Вы уже получили доступы? Заходили в свое приложение, смотрели? Они еще нет, я заходил. А, заходили, да? Да, мы заходили. Они еще нет. Там много вопросов у нас, где сотрудников найти и так далее в учетной системе, потому что... Да, это вот я с Михаилом общаюсь, я ему опишу все подробно. У нас уже есть документ, там у нас есть определенные сложности. Не сбывайте меня, тут у нас сидит Михаил, который все время переживает сильно, когда я слово «Михаил» говорю. Это другое, Михаил? Не переживай. Спасибо. Понятно. Ну, с этим мы еще отдельно поработаем. То есть, вам надо до следующего занятия, ну, во-первых, каждому из вас желательно написать вопросы, да, с которыми вы каждый день работаете. Вот. И на которые вопросы задать программе, так скажем, на которой хотите получить ответы. Получать ответы там регулярно. Вот. И если есть у вас отчеты, к которым вы привыкли, тоже можете выслать, чтобы мы посмотрели на эти отчеты и сделали вам эти отчеты уже, чтобы вы их здесь нашли. А дальше мы уже будем развивать систему, там, исходя из возможностей, которые она предоставляет и под те вопросы, которые вы задаете. Потому что программа очень мощная, много возможностей в ней по разработке отчетов, представлений, визуализации, расчетов показателей. Но самое главное – это понимать, что надо для работы. Потому что в каждом бизнесе есть нюансы, вот. В каждой учетной системе есть нюансы, какая-то информация есть. Вот, например, видите, у вас нету стран. Все, страны мы сюда не добавим. Поэтому надо с этим разбираться и предлагаю это все вместе сделать и внедрить вам аналитику, с которой вы все вместе сможете работать, пользоваться. Программа классная, будет вам экономить очень много времени. Вот, поэтому давайте все вместе включимся и поработаем с ней. Вот. Ну, на сегодня, в принципе, то, что я хотел показать, рассказать, я рассказал. На следующем занятии мы с вами рассмотрим все вот эти вот объекты, которые у нас есть, инструменты для визуализации. Вот. Посмотрим, как можно с полями работать. Создадим вложенность различную, вот. И научимся загружать из Excel информацию в клик. И с ней работать уже, визуализировать, рассчитывать и так далее. Вот. Есть ли вопросы? Нету, да? Ну, что, коль... В следующем разу, какое задание, что надо подготовиться? Задание, это написать список вопросов, на которые вы хотите регулярно получать ответы. Да, одно задание. Это самое главное задание. Максим Владимирович, а где можно эту программу взять? А вам Роман Юрьевич сделает доступ. Спасибо. Пока что... Ну, короче, вы будете запускать из Explorer вашего или из Chrome. Хорошо. Там вам все это расскажу. Окей. Да, желательно, конечно, чтобы у вас уже была... Чтобы к следующему разу вы уже ее попробовали. Вот. Посмотрелись на те данные, которые у вас уже загружены в программу. Вот. И написали какие-то пожелания, что хотите добавить. Вот. Ну, естественно, вопросы. Самое главное, это вопросы, на которые хотите получать ответы. Вот. Ну что, коллеги, тогда на сегодня все. Я вам видео, которое я сейчас записал, выложу на сайт. Вы мне, пожалуйста, пришлите все e-mail ваши. Вот. Материалы также выложу на сайт. Будет еще на сайте у нас такой развернутый PDF, в котором описано, как работать с приложением. Вот. Очень подробно. В принципе, тут описано все, что я показал, рассказал. Но более подробно, если кто-то вдруг чего-то не уловил и не понял. Посмотрите еще подряд. Во сколько мы встречаемся? В пятницу? В пятницу у нас в час так же, да, Максим? Да, да, да. Ну все, тогда спасибо, коллеги. Было очень конструктивно. Алексей, спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Всего хорошего дня. Успехов. До свидания. До свидания. Так, ура. Так. Ура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok